И Улытау. Здесь из-за обилия талой воды практически в течение трех суток впервые за семь лет заполнилось самое крупное водохранилище – Кенгирское. Это пример того, какую пользу могут принести паводковые воды. Отмечу, что именно это водохранилище на 70% снабжает питьевой водой города Жесказган и Сатпаев. Вместимость Кенгирского водохранилища – 319 миллионов кубометров. Оно обеспечивает питьевой водой Жесказган и Сатпаев. В последние годы запасы воды в хранилище сократились. Однако буквально на прошлой неделе за три дня дефицит восполнился за счет талой воды. Специалисты говорят, что в этом году проблем с нехваткой водных ресурсов не будет. Для Жесказганцев это радость, ведь 70% питьевой воды, потребляемой горожанами, поступает из Кенгира. За счет этого водохранилища мы подаем тепло в воду двум городам. Затем в летнее время берем воду для садоводства. Есть медиплавильный завод, обогатительная фабрика. На все это мы тратим 65 миллионов кубов в год. Из них 25 миллионов идут населению. Остальные 40 миллионов идут на эти производственные нужды. Если все будет хорошо, мы планируем экономно использовать эту воду и расходовать ее дальше. Сейчас вода в водохранилище достигла предельно допустимого уровня. Поэтому открываются водозаборы и идут полным ходом мероприятия по водоотведению. Есть опасения, что устаревшее гидротехническое оборудование может не выдержать большого объема воды, поступившего с прошлой недели. Специалисты делают все возможное, чтобы не допустить этого. Кенгирское водохранилище рассчитано на 100 лет. В 2009 году в Восток-подводцентр проводили исследование. Водолазная компания проверила его полностью. Взяли состав воды, сделали анализ. Что есть на дне, какие есть иловые отложения. При всем этом у нас Кенгирское водохранилище имеет более 7% закисленности. Сейчас у стратегического объекта нет владельца. Долгое время он находился в частных руках и остался, как говорится, без присмотра. В этом году должен перейти в собственность государства. К слову, руководство области приступает к разработке проектно-сметной документации, направленной на модернизацию водохранилища Айман Каймульдина, Жебекжола, Улытауская область.